здравствуйте дорогие друзья ребята мы продолжаем отвечать на ваши замечательные вопросы каждый день я делаю видео в котором отвечаю на один из ваших замечательных вопросов поэтому обязательно пишите их под комментариями под этим видео и мы будем читать каждый разбирать каждый и отвечать на каждый вот в таком формате сегодня нам написала девчонка с ником элис к на платформе youtube она говорит алексей расскажите подробнее пожалуйста о открытии и о закрытии чем это важно и какие продукты полезны ребята для тех кто не в курсе я немножко поясню что открытием и закрытием я называю первый и последний приемы пищи в рамках питания периодического голодания и для меня открытие это старт процесса пищеварения а закрытие это как бы психологический финиш приема пищи на сегодня поехали разбираться ребята перед тем как мы начнем ответ на этот вопрос пожалуйста записывайтесь в пг марафон под моим чутким руководством который стартует уже 17 июня что такое пг марафон ссылочка будет здесь инструкции как записаться под видео а мы возвращаемся к ответу на замечательный вопрос поехали элис прекрасный вопрос дело в том что открытие это ваш инструмент запуска выработки ваших пищеварительных ферментов открытие это символизирующий начало приема пищи процесс который важен как психологически так и физиологически потому что вы целый день двигались вы целый день тренировались работали нянчили детей убирали вы делали что-то и выпили только воду или кофе или чай или травы и при этом ваш желудок был полностью в состоянии покоя то есть все пищеварительные ферменты были на нуле ну или около нуля процесс открытия важен нам они так психологически даже я бы подметил как физиологически для того чтобы сделать запуск то есть продукты которые вы выбираете в процессе открытия должны быть нейтральны с точки зрения кислотности они должны быть нейтральны с точки зрения сложности их переваривания и композиции этих продуктов я рекомендую в моих пг марафонах я показываю на примере продуктов непосредственных чем я открываюсь чем я закрываюсь что на основное блюдо калорийность все это я показываю визуально но здесь ребята я вам рассказываю на словах и эти слова звучат следующим образом яблоки и сыр это идеальнейшее открытие для любых схем пг до 72 часов идеальнейшее открытие яблоки вы укусили яблоко и вы начинаете уживать вы проглотили это вкусно это полезно начинает вырабатываться пищеварительные ферменты и желудочный сок но при этом начинает вырабатываться и желчь из вашего организма для того чтобы нейтрализовать желчь которая изначально вырабатывается для переваривания жиров вам не хватит одного яблока поэтому тут подключается сырок это может быть старый более темный желтый сыр это может быть молодой сыр такой как вам нравится до 100 грамм вы кушаете яблоко и кушайте сыр это потрясающе в первую очередь вкусно а во вторую очередь это просто обалдеть как полезно потому что сыр дает вам полезные жиры сыр дает вам обалденное количество белка и ребята сыр практически не дает нам углеводов яблоки дают нам углеводы витамины и просто наслаждение от его употребления и это боевая комбинация просто убийственная лучше чем яблоки с сыром практически ничего нет есть разные варианты клубника и решки кишью есть разные варианты например яблоко сыр орехи виноград вот такие разные вы можете комбинировать на свое усмотрение на свой вкус это мой любимый вариант в принципе поэтому я им делюсь с вами в первую очередь закрытие это больше не физиологический процесс а психологический процесс когда мы с супругой имеем полчаса свободного времени вечером когда дети уже спят и просто хочется просто расслабиться почувствовать себя человеком который может посмотреть вечером телевизор мы можем посмотреть какую-то миниатюру comedy club буквально на 5 10 15 минут пока она не начала засыпать и тогда я кушаю черный шоколад мы смотрим что-то минут 10-15 этот психологический факт закрытия окна пищеварения лично для меня просто прекрасно подходит для принятия в пищу шоколада 85 процентов ниже ну максимум 78 день ниже все что ниже 78 это уже не шоколад это белый это молочный а это уже ребята просто нутелла в твердом виде о том что такое нутелла смотрите вот здесь видео ксона звание сладкое зло со вкусом шоколада или как-то так это называется обязательно посмотрите его ребята возвращаемся обратно к шоколаду это потрясающе полезный продукт и 85 процентов из 100 грамм даст вам 11 грамм углеводов его я могу съесть честно вам скажу даже целую плитку это 550 600 калорий но это калорий очень медленные это какао жиры которые невероятно полезны это как раз те жиры за которыми вы должны охотиться вашей диете факты употребления шоколада в пищу чашечкой чая может быть или немножечко сяшкой кофе некрепкого или с водой в конце концов это то как я люблю это дело для меня это процесс получения истинного удовольствия от продукта мы лежим что-то смотрим кушаем этот шоколад и просто получаем кайф он будет позволять быть сытым дольше на следующий день он будет позволять закрыть все недостающие какие-то моменты по количеству полезных жиров я уже болчу о его пользе с точки зрения антиоксидантности противоонкологические его свойства просто понятие о том что шоколад делает вас счастливым это же правда только не молочный шоколад а черный настоящий шоколад вкус которого просто невероятен или спасибо вам огромное за ваш потрясающий вопрос теперь захотелось черного шоколада яблок с сыром ребята как всегда пожалуйста пишите все ваши вопросы внизу в комментариях мы будем с ними разбираться и отвечать вот таком видео формате обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал спасибо вам огромное а мы тем временем продолжаем двигаться только вперед